я когда-то по похожему принципу делал рыбосушилку и вот такой двигатель я впервые увидел это геопроектор лети был такой советское время и там они стояли вертикально и вот оттуда моторчик мне достались списанные там в девяностом году и я взял оттуда моторчик вместе с крыльчаткой где-то они есть и труба такая из двп которую на крючках подвешивается рыба тогда ловилась много окуней я их по 100 штук по 150 вялил сушил сушик делал с помощью вот такого двигателя очень надежные двигатели очень надежная система я вам на моем канале есть уже видео про сушилки наверное их надо собрать в один плейлист чтобы вы могли их легко найти или ищите там ремонт бытовой техники и там у меня вот ремонт таких сушилок может быть у кого-то будут какие-то вот вопросы вот смотрите как она собирается модель сушилки 2012 год друзья да она работяга и пластик такой хороший не пожелтел отличное качество но я не вижу сейчас такой марки торговой в магазинах как мы можем с вами увидеть питание на мотор черный провод при замыкании включателя и и белый провод от моторчика уходит в нагреватель значит где-то там цепь не замкнута и иначе бы двигатель хотя бы работал пусть бы не работал нагреватель двигатель бы работал значит вот там вот где-то внутри и есть обрыв где а а вот за намоткой за спиралью термо предохранитель 125 градусов или ему пришло время или был действительно какой-то перегрев например накрыли или много загрузили не было продувания воздуха в общем какая-то причина была возможно просто старение они это у нас как бы 10 амперный предохранитель 126 градусов черный маркер на корпусе черный маркер на станине а вот это вот что-то затекала какой-то наверное яблочный сок потому что говорят что очень много сушили яблок и сушат щупы в режиме прозвонки никакого звука не слышим а должен быть звук обрыв а ведь там на заклепочках а по идее значит это неисправна вся конструкция и вот эту вот запчасть нужно всю заказывать потому что при такой конструкции как его заменить пайкой ну почему-то завода пайку не делают хотя 300 градусов расплавится по-любому не должно но может быть может быть с применение может быть нельзя применять свинец или надо просто обжим очку как-то вот сейчас буду думать как заменить вот какое опознавательное видео будете знать как это все устроено и почему может не работать оказалось бы включатель не работа казалось бы включатель не работает до нашел у себя 150 градусов там у меня 180 200 почему-то низкотемпературных у меня не стало закончились надо заказать а есть вот такие кстати выход из ситуации вот справа 80 градусов посередине 65 похоже слева 40 градусов вот поставить сюда на 80 градусов да и забыть рядом где-то нашел на 245 еще у себя все только не то что надо мне дали одобрение на 150 градусный теперь же главная задача как его сюда интегрировать я придумал красный провод я сейчас откусываю обжимкой наконечником один вывод прижимаю с этой стороны видите никуда это заклепка нижняя не подключена завожу вот туда за спираль откусываю вывод на корпусе верхней вот этот вот кусочек вывожу вверх так же обожму обжимкой трубочкой наконечником и вот как-то там его помещу зафиксирую и будет он опять в серединке только вот таким вот новым способом я подлез за спиралькой на корпусе откусил вывел этот вывод красный провод снизу откусил с помощью обжимки этот провод прямо на вывод вот сюда вот так вот потом завожу туда и вот здесь как-то тоже обжимаю вот такая получится конструкция я буду использовать вот такие неизолированные наконечники а можно взять вот половинку этого или левую или правую или похожие какие-то клеммы есть вот вообще вот такая мелочь а можно взять изолированные наконечники и взять металлическую часть а пластиковую выбросить вот так у вас должно получиться вот этой вот обжимкой я то но могут быть какие-то и другие из китая очень мощная очень хорошая мне нравится хорошо хорошо я покажу это не реклама это просто хорошая обжимка готова вот таким образом и вверх также ох и тяжело это все и делать и снимать вот так я там немножко выводы тоже потоньше сделал завел в трубочку сейчас подлезу обожму все таки даже здесь неудобно ну вот вы можете придумать как-то по-своему если будете менять и тогда не нужно целиком заказывать вот эту всю запчасть здесь токи небольшие я думаю держаться будет собрал включаю как-то двигатель слабенько крутится чего-то мне не нравится так ребята здесь какая-то проблема видимо все таки не зря вышел из строя термопредохранитель двигатель крутится очень слабо как минимум там засор всякой пылюки надо сейчас полностью поднять вот эту вот пластину посмотреть ту сторону крыльчатку а может быть уже и двигатель вышел из строя вот если двигатель выходит из строя да тоже может быть такая же причина я вам сейчас кратковременно покажу что происходит не продувается спираль смотрите двигатель закрутился да и спиралька начинает вот там вот краснеть это плохо выключаем это малый поток да вроде нормально должен вращаться что ему мешает да вот как бы и не очень там мусор забился и крыльчатка спокойно вращается почему же медленно может быть какое-то переходное сопротивление увеличилось неполная нагрузка надо посмотреть напряжение на двигателе он 220 вольт с какой скоростью он вращается правда у меня здесь в мастерской пониженное напряжение но я сейчас замеряю вот вот у меня похожие конструкции из похожей сушилки я же ремонтирую вот 220 вольт но я бы не сказал что он очень сильно прямо тут создает поток по идее и здесь должно все работать я почистил пылесосом со щеточками все там вымел всяких букашек всякую пылючку может быть надо смазку перезаложить в этом двигателе что-нибудь помягче туда заложить силиконовую какую-нибудь посмотрю сейчас вот так должно быть мазнул чуть-чуть смазка для магнитофонов ну я бы не сказал что сухо там присутствует смазка может в дешке туда может в дешке туда надо было прориснуть ну сейчас посмотрим снял синий провод с терморегулятора для того чтобы обесточить нагреватель и тогда у меня включается только вентилятор только двигатель смазочка вроде бы как бы и помогла так бодрее он закрутился может быть может быть может и нижний надо подшипник это подшипник скольжения у нас в данном случае просто бронзовые втулочки и вот ей богу лучшее вот действительно лучшее вот я сейчас просто из сети вытащу и опять в сеть включаю смотрите хорошо разгоняется буду собирать зажим зачем кому-то сушилка 26 декабря 2023 года ну елки палки оказывается вот пропадают яблоки в погребе и единственный метод это их посушить сделать сухофрукты видите да красной спирали нигде не видно значит воздушный поток достаточен в общем при таких неисправностях разбирайте двигатель он легко разбирается смазывается обслуживается пыль убираете подключил же конечно к термостату вот эту скруточку это не я сделал но я ее сейчас заизолирую вот примерно как здесь в общем все сушилочка работает теплый теплый воздух гонит отдаю пусть пробуют понравился ролик ставьте лайки подписывайтесь и про сушилки будут еще видео и много других про телевизоры конечно же заходите чаще на мой канал ну вот и все лайкайте стоп и с что было это Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»